Добрый день! Уважаемые коллеги, добрый день, Алексей Викторович! Добрый день, Алексей Викторович! Мы сегодня собрались, чтобы обсудить крайне важную проблему. Довольно большое количество пациентов подвергается холецистоктомии. Понятно почему, потому что это наиболее эффективный способ лечения у пациентов, у которых возник калькулезный холецистит, возникли осложнения, желчнокаменные болезни. Но вот вопрос, как вести этих пациентов, что является причиной симптомов после холецистоктомии, мы собрались обсудить. Спасибо, Дмитрий Станиславович. Итак, это сложные вопросы. Сложность начинается, конечно, с того, что желчнокаменные болезни – это очень частое состояние, это очень частое заболевание. У нее есть разные формы, разные проявления. Но, как говорят хирурги, желчнокаменной болезни нет проявлений, есть осложнения. Поэтому, когда уже возникает симптоматика желчнокаменной болезни, тогда уже нужно понимать, что совсем недолго у пациента до возникновения тяжелых проблем, которые могут вызывать существенные ухудшения и ближайших отдаленных результатов хирургического лечения. По этим данным, которые представлены здесь на слайде, в России частота желчнокаменной болезни до 10% существует, и другие, более пессимистичные оценки, по которым до 20% населения Российской Федерации имеют разные формы желчнокаменной болезни. Если говорить о постхаристостоктомическом синдроме, то это, безусловно, групповое понятие, понятие, которое связано с появлением любой симптоматики или усилением симптоматики у пациентов после выполнения харистостоктомии. Наблюдается оно достаточно часто. Это, опять же, по разным оценкам. Существуют оценки, что это 10-15 наблюдений. Существуют оценки, что это, может быть, 25-40% пациентов, которым проводилась харистостоктомия. Ну и чаще всего удается выявить определенную причину, хотя причины, как я уже сказал, бывают очень разные. Это могут быть как функциональные нарушения, так и нарушения, которые могут требовать повторных операций или больших, или эндоскопических операций. С точки зрения симптоматики пациента, разные изменения, которые у пациента возникают после харистостоктомии, могут проявляться или возникновением колик, наподобие тех, которые у пациента были до проведения харистостоктомии, или это могут быть ноющие боли в эпигастре, в параумпотреберии. Это могут быть симптоматика холестаза, как клиническая, так и лабораторная. Симптоматика холонгита или какие-то изменения, связанные со стороны соседних органов. Так или иначе, вот это изменение, это групповое понятие постхаристостоктомический синдром кодируется как К91.5. Но дальше обязательно нужно будет уточнить, что, собственно говоря, мы вкладываем в понятие постхаристостоктомического синдрома. То есть обязательно после этой фразы в диагнозе должно вставить двоеточие и последующая расшифровка того, что конкретно мы у пациента обнаруживаем. Это могут быть изменения, которые могут быть связаны с неполным обследованием пациента до операции, это могут быть проблемы, связанные с особенностями самого оперативного вмешательства, например, это могут быть забытые или рецидивные камни общего желудочного протока. Но таких изменений, которые требуют повторной операции, операции, допустим, попилосвектротомии у пациентов в качестве уже второго этапа, частота этих изменений существенно снижается в течение первого года или двух лет после проведения холецистоктомии. Чаще всего, когда мы говорим о изменениях протоковой системы пациентов после выполнения холецистоктомии, это изменения связаны в основном с расширением общего желудочного протока, когда особенно у пациента, который недостаточно соблюдает диету, который не переходит на дробный ритм приема пищи, это называют так называемым опузыриванием холедоха, когда он принимает из себя функции резервуара желчи, возникает дисфункция, чаще всего спазм сфинктера ОДИ, и это может давать симптоматику само по себе, и кроме того, это может привести к продолжению камнеобразования, потому что убирая желчные пузыри, мы устраняем лишь один из факторов камнеобразования, мы не меняем, по крайней мере, если не проводим уже соответствующую медикаментозную коррекцию биохимию желчи, и поэтому продолжающиеся камнеобразования у пациента может вызывать формирование сладжи уже в протоках, в том числе и наиболее неприятные формы сладжи, это замаскообразная желчь, или уже образование камней, конкрементов в желчных протоках ДНО, когда образуются уже полноценные камни в протоковой системе заново. Удаление желчного пузыря, конечно, это органическое изменение, но это органическое изменение, которое является причиной, и причиной наиболее важной, и причиной достоверной функциональных нарушений, которые относят к так называемой дисфункции сфинктера ОДИ в критериях функциональных расстройств пищеварительного тракта, в частности, в четвертых римских критериях. Состояние после холисостоктомии указывается как одна из наиболее значимых причин для появления дисфункции сфинктера ОДИ. Связано это с тем, что вот эта органическая перестройка приводит к тому, что выпадает вулкатурная функция пузыря, которая необходима для полноценного переваривания пищи, утрачивается модулирующий эффект желчного пузыря на сфинктере ОДИ, и в основном это приводит к появлению гипертонса сфинктера ОДИ. Ну и также нарушается процесс переваривания пищи, прежде всего липолиза в тонкой кишке. Это может давать уже вторичные нарушения всасывания пищи и другие нарушения, которые чаще всего проявляются возникновением синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Формально дисфункция сфинктера ОДИ относится к бильярдной боли. Если мы говорим о четвертых римских критериях функциональных расстройств, это Е1, это бильярдная боль. Повторяю, что в качестве базис, в качестве фона чаще всего в основе лежит пусковец-эстектомический синдром. Ну и, конечно, нужно помнить о том, что это функциональное расстройство, это расстройство регуляции, расстройство, которое определяет изменение чувствительности пациента к симптоматике стороны эмпульсации, стороны пищевого резиного тракта и желчных путей. Основными критериями являются самая бильярдная боль, приходящее расширение желчного протока или транзиторное повышение уровня печеночных ферментов, прежде всего показатели холестаза, при отсутствии конкрементов в общем желчном протоке, в первую очередь, или другой структурно-органической патологии, которая могла бы объяснить симптоматику пациента. Чаще всего в основе этих изменений лежит спазм. Спазм может быть причиной целого ряда уже вторичных органических изменений, таких как рецидивирующий острый панкреатит, может быть причиной для возникновения у пациента в последующем хронического бильярдного панкреатита. Но и даже у пациентов, у которых не возникает каких-то вторичных тяжелых нарушений, вот пациенты, у которых нет панкреатита, им проводилась монометрия сфинктераодии, наблюдается повышение давления или в панкреатической части сфинктераодии, это первые столбики голубые, или в бильярдной части, или в той, в другой. А в общем, больше чем у половины пациентов после хрицистоктомии наблюдаются признаки повышения давления гипертонуса сфинктераодии. И безусловно, такие пациенты нуждаются в адекватной спазмолитической терапии. В последние годы отмечается увеличение тестоты диагностики дисфункции сфинктераодии. Вот это последние данные из США, данные общие статистические, где мы четко видим, что процент установления диагноза сфинктераодии увеличивается практически в 4 раза с 2011 года по 2019 год. Естественно, связано это в первую очередь не с тем, что как-то стали по-другому оперировать, и возникают какие-то дефекты или обследования пациентов перед операцией или дефектой операции. Связано это как раз наоборот с тем, что больше внимания уделяется симптоматике у пациентов, которые возникают после хрицистоктомии, и, соответственно, чаще устанавливается диагноз дисфункции сфинктераодии у таких пациентов. Крайне важно тщательное и подробное обследование таких больных. Она должна включать в себя обязательно эндоскопический ультразвук, оценку состояния большого додонального сосочка. Это крайне важно, это крайне чувствительное и достоверное исследование. В то же время нужно помнить, что оно является обычно неким следующим шагом после базисных исследований, таких как, в первую очередь, тщательно и максимально корректно выполнено. Обычное трансфильминальное ультразвуковое исследование, выполнение КТ, дальше по показаниям МРТ и или МРХПГ. Уже потом, когда мы понимаем, что искать у пациента в этой панкреатной додональной зоне, мы принимаем решение о том, что пациенту нужно или нет выполнение эндоскопического ультразвука. Пациентов, у которых сохраняются симптомы после хресостоктомии, необходимо подразделить на две группы. Это пациенты с постоянными или с эпизодическими симптомами. Постоянные симптомы могут быть связаны с или резидуальными камнями, желчных протоках или образованием новых камней. В этом случае необходимо решать вопрос о показаниях для выполнения уже РХПГ и вместе с РХПГ проводить по пилотомии и экстракции камней. Это могут быть в том числе и сопутствующие заболевания, которые могут давать постоянную симптоматику. Заболевания, которые просто проявляются более ярко, протекают более тяжело у пациентов после холецистоктомии. Обязательно для исключения таких заболеваний приведение контроля с помощью или ЭГДС, или коноскопии, контроль с помощью обычного трансфигуального ультразвука и приведение адекватной коррекции этих расстройств. Это могут быть и психологические расстройства, которые у пациента были до операции, которые никуда не деваются после проведения холецистоктомии. Главное своевременно их понять, главное своевременно отличить симптоматику этих нарушений от симптоматики или функциональных расстройств, или симптоматики органических расстройств, И своевременно адекватно пациента вести вместе с психиатром с помощью или, допустим, рациональной психотерапии методов, какой-то немедикаментозной коррекции или с помощью психофармакотерапевтических уже методов. Дисфункция сфинктера ОДИ, которая является темой сегодняшней лекции, является причиной и для постоянных, и для эпизодических симптомов. Здесь необходимо привести адекватную диагностику на предмет наличия повышения ферментов панкреатических, ферментов печеночных, показателей холестаза. Крайне важно тщательно пациента обследовать по возможности с помощью неинвазивных методов и оценить адекватность ответа пациента на использование селективных спазмонитических препаратов в первую очередь. И понять, есть ли у пациента или нет показаний для эндоскопических методов и диагностики, и коррекции. Крайне редко в 1-3% случаев возникают осложнения хирургического лечения. Это могут быть травмы желчных протоков, потерянные камни, холонгид, которые могут потребовать мощной антибиотикотерапии и хирургической коррекции. Ну и физиологические нарушения, такие как рефлюкс гастрит, бильярдный рефлюкс пищевод, когда у пациента возникают уже некислотные рефлюксы, хологенные диареи, нарушение переваривания жира, могут потребовать более тщательной коррекции режима питания, используя других вспомогательных препаратов, таких как прокинетики, сорбенты, пищеваренные ферменты и секвестранты желчных кислот. По поводу диагностики нарушений у пациентов после христистатомии, в частности, выявления дисфункции, спазма сфинктера ОДИ, начать нужно, наверное, с наиболее утвердившегося метода, метода, который имеет давнюю историю, метод, который никто не отменял, но и метод, который доступен, к сожалению, далеко не во всех клиниках. Это сцентеграфия, гептопилиарная сцентеграфия, она может проводиться или с технецией, или с йодом. Когда мы оцениваем поступление радиофарм препарата в желчную систему, в частности, в желчный пузырь, и дальше опорожнение пузыря с появлением активности в области двенадцатиперстной кишки, и таким образом даже можно, как видите, на этой серии картинок определить изменения, связанные с длинной культурой пузырного протока. Замечательные исследования, которые показывают и структуру, и функцию желчной системы, но, к сожалению, доступны далеко не во всех клиниках. Другое исследование, которое позволяет достоверно определить, опять же, и структурные, и функциональные нарушения, это МРТ с МРХПГ. Это исследование, которое позволяет нам визуализировать желчную систему, если мы используем контрастирование, особенно если мы используем еще и стимуляцию, например, введение секретина. То есть четко можно увидеть время поступления контраста в желчные протоки, поступает он дальше, допустим, у пациента, если мы говорим у пациента до операции, в желчный пузырь или нет, как работает свинкер желчного пузыря. И, безусловно, это исследование можно определить у пациентов и неоперированных, и у пациентов после холецистеритомии для оценки функции сфинктера ОДИ. То, насколько своевременно контраст поступает из холедых, из упражнения желчного протока, в двенадцатиперстную кишку, нормально ли работает свинктер ОДИ. Есть пациент с желчным пузырем, и видим поступление контраста в холедах, поступление контраста в пузырный проток, поступление контраста в желчный пузырь. Здесь контраст поступает в общий желчный проток, но не поступает своевременно в течение первого получаса в двенадцатиперстную кишку, то есть это признаки спазма сфинктера ОДИ. И, повторяю, что холецистеритомия существенно повышает вероятность подобного урушения у наших пациентов. Несколько лет назад был приведен экспертный совет в Казахстане, который выработал алгоритм действий пациентов после холецистеритомии. Тактика подразделяется на два этапа, это ранний послеоперационный период, первые трое суток и дальше, и отдаленный период через месяц после операции. Когда мы пытаемся оценить, какая должна быть тактика, если это бессимптомные течения, показана диета, если есть симптомы диспепсии или проблемные формы сладжи за мазкообразной желчи, показаны использования селективно-спазмонетических препаратов, таких как гимикромон, адестон, в полной, в адекватной дозе по две таблетки три раза в день, в течение, по крайней мере, трех недель, повторные курсы в дальнейшем, и симптомы тревоги, симптомы антибиотикотерапии и решения вопроса о дальнейшем уже эндоскопическом лечении. Ну и в отдаленный период, также, если это бессимптомные течения, не нужно ничего другого, но это, опять же, крайне важно, назначение адекватной диеты и коррекция сутмолитики, и если возникает симптоматика холонгита, выраженное решение общего желчного протока, наиболее тревожно это, если желчный проток имеет диаметр уже больше 10 мм, если выявляются подозрения на конкремент общего желчного протока, холестаз, тогда необходимо приведение эндоскопического ультразвука и решение вопроса о уже эндоскопическом вмешательстве. Возвращаясь к статистике, которую мы получили по данным американского эпидемиологического исследования, наблюдается, что весьма отрадно уменьшение частоты приведения сфинктеротомии и бильярдной, и панкреатической, но проблема возникает с использованием адекватной медикаментозной коррекции, как-то она используется или волнообразно, в зависимости от того, какая возникает мода на подходы к лечению таких пациентов. Кроме того, крайне прискорбно, что используются весьма грубые препараты, препараты, которые можно использовать в качестве какой-то средств скорой помощи, это нитраты или блокады кальциевых каналов. А, конечно, особняком стоят трициклические антидепрессанты, которые являются, конечно, и спазмолитиками тоже, но они показаны, прежде всего, как способ психокоррекции таких пациентов. Препаратами Вилбера, конечно, являются селективные спазмолитические препараты, такие как гимикормон, адестон, препараты, которые действуют в рамках системы энтергипотической циркуляции. Только 3% препарата поступают в системный кровоток, и это существенным образом улучшает комплайнс пациентов, существенным образом снижает риск возникновения системных побочных эффектов. Эти препараты действуют на кальциевые каналы в гладкомышечных клетках, сохраняя кальций в ДПО, препятствуя поступлению кальция внутрь клетки, препятствуя фосфорулированию легких цепей миозина. То есть они действуют так же, как и другие спазмолитические препараты, но в отличие в существенно большей селективности, в существенно большей безопасности и поэтому эффективности гимикормона по сравнению с другими спазмолитическими препаратами. Было проведено несколько исследований, в том числе и с помощью двойного слепого метода, которые показали, что гимикормон значительно снижает внутрепротоковое давление, значительно продлевает время открытия сфинкта ОДИ, и не наблюдается повышение активности печеночных ферментов, что свидетельствует о безопасности этого препарата. Отрадно, что в нашей стране зарегистрирована и появилась продажа, более удобная с точки зрения комплайенса, двойная дозировка гимикормона на 400 мг, то, что обеспечивает больше эффективности, больше удобства приема для наших пациентов. В нашей клинике мы сравнивали эффект полной дозы препарата, когда пациент принимал 400 мг три раза в день, и половины дозы препарата, это одна маленькая таблетка, три раза в день на протяжении трех недель. Мы использовали как опросники у наших пациентов, так и пробу с пищевой нагрузкой при проведении трансферменуального ультразвука. И, конечно, всем пациентам перед включением исследований проводились базисные методы. Это обычный ультразвук, это КТ или МРТ с МРХПГ, и по показаниям энцикопический ультразвук. Проба, которая выполнялась нашим больным, это проба, когда пациентам после первичной оценки натощак диаметра хоредоха давали пробный завтрак, это шоколадный батончик и йогурт. Дальше смотрели, что происходит с хоредохом, расширяется ли он. Если он расширяется, по крайней мере, на 2 мм больше, то признак обструкции, признак спазма сфинктера ОДИ. Если наблюдается сужение, по крайней мере, на 2 мм, это норма, это отсутствие спазма сфинктера ОДИ. Простая проба, которая требует только в проведении пищевой стимуляции, но и некоторого времени затрат времени врача ультразвуковой диагностики. Вот примеры изменений при ультразвуке пациентки со спазмом сфинктера ОДИ. Изначально натощак диаметра практически 9 мм, после пробного завтрака он становится почти 11 мм. То есть это четкие признаки спазма сфинктера ОДИ, необходимости проведения спазмом литической терапии у такого пациента. Вот наши пациенты, преимущественно это были женщины. У пациентов не было органических изменений общего желчного протока, большого доденального сосочка. И по данным уже оценки симптоматики, наблюдали препарат в полной дозе и в половинной дозе. Это касается прежде всего боли в животе. Это касалось также вздутия живота, тошноты. И достоверно наблюдалось положительное динамика по уменьшению частоты и выраженности диареи. Кроме того, очень важно то, что наблюдалось положительное динамика по диаметру общего желчного протока. Дельта изменения общего желчного протока оказалась гораздо более выраженной у пациентов к концу курса приема Дестона. Вот, например, мы видим в качестве примера динамику общего желчного протока. Синие столбики до начала терапии. Наблюдается прирост расширения диаметра холедоха минус 3 мм. Это означает, что у пациентки нет уже признаков спазма сфинкера ОДИ. Нужно сказать, что полная доза гемикромона, когда пациенты принимали 1200 мг в сутки, оказалась достоверно более эффективной с точки зрения динамики оккупирования болей по сравнению с половиной дозой. Был также существенно более выраженный эффект по пробе с ультразвуковой нагрузкой, когда мы оценивали динамику диаметра общего желчного протока. Но данные статистически были недостоверны из-за изначального существенного разброса данных диаметра пациентов. Ну и удовлетворенность лечения была достоверно более выше у пациентов, которые принимали Дестон в полной дозе по сравнению с половиной дозой Дестона. Итак, в заключение хочу сказать, что план обследования пациента с постфолицитетомическим синдромом должен включать в себя относительно ограниченный круг диагностических методов. Это лабораторные, лучевые, эндоскопические. Медикиментозная коррекция бельяных расстройств у пациентов с постфолицитетомическим синдромом должна включать в себя назначение в первую очередь селективных спазмолитиков и по показаниям прокинетиков, УТХК, ферментов, психотропных препаратов. Гемикромон показал себя эффективным, безопасным препаратом, который можно использовать и в стандартной, и в половинной дозе, однако эффективность полной дозы выше в отношении оккупирования бельярной боли и симптомов диспепсии. Ну и пациентам с дисфункцией сфинтериоди после холециститомии рекомендуется назначать ДСТОН в полной дозе. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович. Действительно, Вы привлекли внимание к крайне важной проблеме. Нужно не забывать, что после холециститомии желчнокаменная болезнь не является излеченной. Да, мы убираем камни, да, мы убираем риски тяжелых осложнений, включая острый панкреатит, но тем не менее, вот если исходить из определения заболеваний желчнокаменной болезни, мы видим, что многофакторно, многостагийное заболевание гептобилиарной системы, которые характеризуются определенной клинической картиной, нарушением обмена холестерина и билирубина, образованием желчных камней в пузыре или желчных протоков, не все эти факторы устраняются после устранения желчного пузыря. Более того, некоторые моменты даже могут и нарастать. Мы видим, что причиной камнеобразования является присыщение желчных холестерином, нарушение динамического равновесия между факторами антинуклеирующими и пронуклеирующими, то есть это вот те биохимические нарушения, которые привели к формированию желчнокаменной болезни, вот они после устранения желчного пузыря сохраняются. А вот что касается сниженно-скоротительной функции желчного пузыря, ну да, пузырь уходит, но его регуляторная роль в отношении сфинктерного аппарата нарушается, поскольку вот эта моторная дисфункция может быть причиной формирования болевого синдрома у больных, у которых была проведена холецистоктомия. Мы знаем, что холецистоктомии проводится много, вот до 300 тысяч в год в России таких больных. Понятно, что это вынужденная мера, поскольку холецистоктомия действительно спасает жизни, и мы видим, статистика демонстрирует, что если холецистоктомия проведена по показаниям и планово, то летальность небольшая, но если это летальность, если холецистоктомия проводится по экстренным показаниям, то картина существенным образом меняется. Обратите внимание, коллеги, возле старше 70 лет при экстренной холецистоктомии летальность может доходить до 10%. И, конечно, в этом плане мы должны очень четко соблюдать баланс интересов нашего пациента, и при наличии камней, которые не имеют перспективы литалитической терапии при формировании болевого синдрома, конечно, такой больного должен быть показан хирургу и определены показания к плановой холецистоктомии. Ну вот, что дальше? Возникает некий симптомокомплекс, который называют постхолецистоктомический синдром, однако вы видите, что какого-то такого стандартизированного подхода к этому определению нет. По одним определению это обусловленный, ну то есть это было бы логично, причинно-следственная связь, а в другой ситуации после, а после это не значит следствие. В общем, ряд авторов сомневается в целесообразности этого собирательного понятия, поскольку упоминается наличие операции, а дальше некий симптомокомплекс, который то ли возник, то ли прогрессирует после операции. И, скажем, по мнению Андрея Викторовича Калинина, само по себе понятие постхолецистокомический синдром вообще не имеет практического значения, поскольку он не определяет какую-то специфическую тактику. Возникает вопрос о том, что нужно дифференцировать разные механизмы формирования постхолецистокического синдрома и уже лечить эти состояния. И вот, наверное, наиболее такое удобное определение было предложено профессором Анатолием Фанасьевичем Ильченко, совокупность функциональных или органических изменений бильярдного тракта, которые возникают после холецистоктомии на фоне сложных патофизологических нарушений, имеющих место при желчной каменной болезни, а основным из которых является переночная клетчатая дисхолия и дискоординация сфинктерного аппарата бильярдного тракта. То есть вот эти патогенетические механизмы сохраняются у таких пациентов. Ну и, конечно, когда мы обсуждаем этот симптомокомплекс, он может следствием разных факторов. Во-первых, это могут быть диагностические ошибки на дооперационном этапе. Во-вторых, это могут быть технические погрешности и тактические ошибки, допущенные во время операции. К счастью, благодаря тому, что увеличивается количество операций, планово проводимых лапароскопическим методом, все меньше и меньше таких проблем возникает. Вот функциональные нарушения связаны с удалением желчного пузыря. Это, вообще говоря, такая чуть ли не плановая вещь, потому что мы понимаем, что желчный пузырь и сфинктероди находятся в очень плотной связи, и расслабление одного из них ведет к повышению тонуса другого. То есть такая вот регуляторика после удаления желчного пузыря устраняется, и это является причиной формирования спазма сфинктероди. Ну и, наконец, еще одна группа факторов – это обострение или прогрессирование других заболеваний, гептопанкреатобилиарной зоны, которые были до операции, но тут стали более ярко проявляющимися. Мы видим, что, по сути дела, ситуация после холецистомии, это органического или функционального происхождения, нераспознанного до операции патологии или впервые возникшая, может быть, даже спровоцированная, оперативным вмешательством, и, наконец, патологии со стороны билиарного тракта или со стороны других органов пищеварения. И это подразумевает проведение очень сложного комплекса дифференциально-диагностических мероприятий. В любом случае мы понимаем, что при любой функциональной патологии существенную роль играют механизмы гиперсенситивности, и поэтому, если у пациента есть текущие или предшествующие функциональные заболевания, это является предиктором того, что механизмы гиперсенситивности и здесь могут сыграть дурную роль, а это мы можем выявить, проанализировав клиническую симптоматику. В частности, видите, были проанализированы предикторы боли после холецистомии, и купирование боли ассоциировано с частой болью, когда частота боли была реже, чем раз в месяц до холецистомии, когда дебютировала менее чем за год до операции, когда длительность боли была менее 30 минут до холецистомии, когда тяжесть была высокая. То есть это подразумевает органические причины болевого синдрома. И тогда после холецистомии боль будет купирована. А вот если были маркеры функциональных заболеваний, таких как нарушение стула, тошнота, вздутие, гастроэзофагиальный рефлекс на болезнь, синдром раздраженного кишечника, это маркеры того, что эти заболевания могут быть проявлены более выраженно, что и будет причиной страданий больного, перенесшего холецистомию. Какие еще предикторы купирования боли? По другим данным, видите, опять длительность боли менее 24 часов, меньше частота боли умеренная или невыраженная боль сразу после операции и назначение холеретиков, что является фактором купирования боли как при унивариантном, так и мультивариантном анализе. Фактически, если недлительная анамнез болевого синдрома и проведена хирургическая коррекция и назначена холеретики, скорее всего, болевого синдрома у пациента и не будет. Мы видим, что предикторами сохранения боли являются женский пол, у женщин более выраженные функциональные патологии, анамнез предоперационной боли больше месяца, длительность эпизодов более 30 минут. То есть, по сути дела, разные исследования демонстрируют примерно одинаковые характеристики. Наконец, через 6 месяцев предикторы бильярдных симптомов и диспепсии, это исходно, когда имел диспепсию, прям отношение шансов 6,6. Плохой вкус во рту исходно, отношение шансов 3,5. Флотиленция исходно 3,3. То есть, у больного были функциональные нарушения, то есть, у больного были механизмы гиперсенситивности. Наверное, я не буду останавливаться, Алексей Викторович очень подробно об этом говорил. Когда мы говорим про принципы медикаментозного лечения, ну, конечно, нужно выявить ту патологию, которая является доминирующей в формировании данной симптоматики, ее лечить. Что касается непосредственно нарушений сфинктерного аппарата, понятно, что здесь необходимо обеспечить нормальное поступление желчев и панкреатического секрета в 12-перстную кишку, нормализовать биохимический состав желчи, потому что после холециститомии вот эта проблема биохимических нарушений может сохраняться. И, наконец, лечение заболеваний гептопанкреатододональной зоны. И, конечно, в этой связи обеспечение нормального поступления желчи является ключевым фактором. И в этой ситуации мы назначаем спазмолитики. Одним из таких является адестона, о котором подробно Алексей Викторович говорил. Он расслабляет гладкомышечные клетки желчеводящих путей за счет влияния вазоактивного институционального пептида и оксида азота, а также влияния на кальциевые механизмы. Собственно, тот факт, что гимикромон снимает спазмолитроди, был очень подробно доказан. Вы видите, это старая работа послеоперационная монометрия показала, что гимикромон продляет открытие сфинктера ОДИ и значительно снижает внутрепротоковое давление. Очень важно, что системная биодоступность небольшая, поскольку речь идет о энтерогепатической циркуляции и действии гимикромона непосредственно на сфинктера ОДИ. Мы видим, что разные работы показывают снижение интенсивности боли при назначении гимикромона по сравнению с плацебо. Работа Олега Николаевича Минушкина, который обследовал 38 больных с билярной болью после холецистиктомии, сначала назначал по 200 мг, 3 раза в день, и если был недостаточный эффект, то удваивал дозу. В результате у всех больных, у которых было функциональное происхождение билярной боли, боль была оккупирована, а у 4 пациентов, у которых сохранялась билярная боль, был выявлен органический стеноз. Это, кстати, тоже одна из важных задач того комплекса обследований, который продемонстрировал Алексей Викторович. Если посмотреть на исследования, которые были опубликованы в отношении эффективности гимикромона, мы видим, что разовая доза была от 400 до 800 мг, а суточная доза – 1200 мг. К сожалению, по опросам наших врачей эти дозы не назначаются. Обычно это 600 мг в сутки, что, может быть, и является причиной недостаточной эффективности. По тому же дизайну, который был показан Алексеем Викторовичем, мы в нашей клинике провели исследование, когда больные получали в условиях реальной клинической практики адестон либо по 600, либо по 1200 мг в сутки. После перенесенной холецистоктомии оценивали те же факторы, которые показал Алексей Викторович. Больные после холецистоктомии 18 человек получали 600 и 18 200 мг в сутки в течение 21 дня терапии. Доминировали в этом исследовании женщины. Показанием к операции была желчнокаменная болезнь. На данном слайде вы видите те методы на визитах, которые мы применяли. Итак, в динамике за 21-дневный курс терапии мы посмотрели динамику боли, качество жизни, а через 90 дней посмотрели динамику шкалы РАПИД, которая отражала динамику болевого синдрома и оказалось, что действительно и та и другая доза приводила к снижению выраженности болевого синдрома горечи, диареи и запора, но большая эффективность была показана для дозы 1200 мг в 21-дню терапии. Мы видим по данным визуально-аналоговой шкалы уменьшение выраженности боли также произошло в двух группах, но в группе 1200 мг исходная характеристика боли была выше, поэтому была более выраженная динамика. При оценке показателей шкалы РАПИД, которая оценила абдоминальную боль и ее влияние на повседневную деятельность, мы видим, что достоверное отличие через 90 дней, то есть такой выраженный постэффект наблюдался только при переменении суточной дозы 1200 мг, доза 600 мг в сутки не обеспечила такого эффекта. И, наконец, оценка динамики общего желудочного протока через 21 день после начала терапии адестоном показала вот такую положительную динамику только при назначении дозы 1200 мг в сутки. При оценке удовлетворенности лечением по пятибальной шкале мы видим, что полностью удовлетворен или скорее удовлетворен. Такой показатель имело 80% пациентов группы 1200 мг и только 55% в группе 600 мг. То есть я в этой ситуации абсолютно поддерживаю вывод Алексея Викторовича, что у больных, у которых возникли бильярные боли и они возникли после холецистоктомии, конечно, должна назначаться доза 1200 мг. В такой ситуации мы достигнем лучшего эффекта. Эта рекомендация опубликована в клинических реимендациях Российской гастрометрологической ассоциации. Вы видите, здесь доза 2400 мг три раза в день за 30 минут до еды в течение 14-21 дня. Но еще раз подчеркну, что если вам дали такой разброс, можно и при той, и при той дозе достигнуть эффекта. Но при назначении 400 мг три раза в день этот эффект будет более выраженный, более надежный и очень хорошо, что появилась лекарственная форма, которая содержит 400 мг гемикромона и она доступна нашим пациентам. Алексей Викторович, мы с вами так детально обсудили проблемы пациентов после холецистоктомии. Конечно, нам нужно дать рекомендации нашим коллегам. Когда больного с желудочно-каменной болезнью нужно направить в хирургу? Спасибо за вопрос, Дмитрий Станиславович. Вопрос очень важный. Если мы говорим о классических показаниях для оперативного лечения, то это, конечно, приступы желчной колики, бильярдной колики или эпизоды острого холецистита в анамнезе. Здесь все рекомендации и российские, и европейские, они однозначны. Если это классическая симптоматика желчнокаменной болезни, то есть если у пациента была хотя бы одна желчная колика, мы уверены, что это именно желчная колика или был эпизод острого холецистита, то, естественно, можно пытаться использовать какие-то другие методы, но нет ничего в данном случае более эффективного, самое главное, более безопасного для пациента с тем, чтобы снизить риск повторения колик, повторения эпизодов острого холецистита и, самое главное, существенным образом снизить операционные риски, существенным образом повысить выживаемость пациента в перспективе, чем оперативное лечение. Поэтому, если это классическая картина колик, холециститов, то да, безусловно, это... Коллеги, это крайне-крайне важно. Начались симптомы отправить в хирургу. Дальше уже вопрос... В основном рекомендации говорят о том, что если у пациента существуют какие-то проблемы с доступом к экстренной хирургической помощи, если пациент живет где-то там в глухой тайге, в пустыне, на крайнем севере и при наличии камней при возникновении приступа у него могут быть проблемы с адекватной хирургической помощью, вот тогда однозначно стоит проводить перфилактическую операцию, даже если это бессимптомная желчнокаменная болезнь. В остальных случаях нужно решать индивидуально. Хорошо, теперь такая ситуация. Вот определили, что операция будет, она будет плановая. Когда нужно назначить спазмолитик, в частности гемикромон, вот до операции профилактические, сразу после операции, чтобы предотвратить развитие болевого синдрома? Ведь исследования показывают, что это является очень важным предиктором отсутствия болевого синдрома. Вы знаете, для меня, как терапевт, наверное, самая главная будет задача, ответственность в том, чтобы довести пациента до операции без колик, чтобы передать его хирургу в состоянии, когда он будет находиться в ремиссии, а не, опять же, это будет экстренная операция. Поэтому, да, это крайне важно, чтобы пациенты, вот от момента, когда мы принимаем с пациентом решении, что да, пациент идет на операцию, пациент идет в хирургу, пациент должен принимать какие-то мягкие, естественно, желательно селективные спазмолитические препараты. Адестон – это препарат выбора, в том числе у нас есть опыт нашей клиники и недавних, и достаточно уже в давних исследованиях, когда пациенты с наличием холецистолитиаза принимали этот препарат, и он достоверно не повышается кротимой желчного пузыря, то есть он безопасен у пациентов с наличием желчных камней в пузыре. Это очень важно для предотвращения новых желчных колек у пациента в периодоперационный период. После операции самое главное, еще раз я хотел бы повторить, это диета. Но селективные спазмолитики будут очень важны, если это какие-то проблемные пациенты, если это пациенты, у которых есть, допустим, уже бильярный слайдш в протоках, это пациенты, которые экстренно оперируют, вот тогда крайне важно подстраховаться и в ранний послеоперационный период, когда пациент уже начинает кушать, принимать пищу пероста, это спустя там три дня обычно после операции уже на полноценное питание, то и раньше. И одновременно с этим пациент должен принимать селективные спазмолитики. Алексей Викторович, роль урса дезоксихолевой кислоты в этой ситуации? Она важна, но она неоднозначна, потому что урса дезоксихолевая кислота это холиэритика, она увеличивает объем отделяемой желчи, поэтому если есть признаки холестаза, то ожидать ли от нее однозначно позитивный эффект или она может вызывать перегрузку желчной системы, решать нужно индивидуально исходя из того, что мы видим в протоках, если это подозрение на стеноз протока, на органический блок, естественно, что не стоит. Если мы говорим о том, что мы занимаемся профилактикой, скорее профилактикой, чем лечение бильярдного сладжа, то да, конечно, это замечательный препарат, который позволяет, влияет на биохимию желчи, на то, какое будет у пациента дальше уже соотношение холестрина и халатов, и предотвращать возникновение новых камней уже. Ну и мы знаем, что комбинированное назначение ушло-дезоксихолевой кислоты из пазмолитика повышает эффективность такой терапии. Исследования, которые и у нас, и у вас проходили, показывают, что это не является фактором, который повышает сокративность желчного пузыря, и в этой связи нет опасности формирования механической желтки. Спасибо большое, Алексей Викторович, за эту дискуссию. Спасибо. Спасибо.